Всем привет! Это мастер-класс от магазина Лентомания. Меня зовут Аня Сахно. Сегодня мы будем с вами вязать вот такую красивую корзинку с необычным узором. Узор также хорошо держит форму. И если вам надоел привычный узор-галочка, хочется чего-то нового, интересного, но чтобы узор отлично подходил для корзинок и держал форму, вот этот узор советую вам попробовать. В мастер-классе я расскажу, как связать донышко идеальное для корзины, как связать идеальный бесшовный круг. И также, конечно, расскажу о самом узоре. Подписывайтесь на мой канал, чтобы всегда быть в курсе моих новых полезных видео о вязании с трикотажной пряжей и шнура. Для вязания такой корзинки вам понадобится неполный моток трикотажной пряжи, в моем случае пряжа-бисквит, цвет пыльная мята. Также я использую для вязания крючок седьмого размера. Моток вы потратите не весь, еще около 30 метров останется у вас на другие изделия. В интернет-магазине Лентомания моток-бисквит стоит 299 рублей, поэтому корзинка обошлась примерно в 200-250 рублей. Диаметр моей корзинки 15 сантиметров, высота около 10 сантиметров. Внизу видео также есть промокод, листайте вниз. По этому промокоду вы можете получить скидку в магазине лентомания.ру. Для этого необходимо текст промокода ввести в нужное поле в корзине с товарами. Вязание корзинки мы начнем с вязания донышка. Донышко для круглой корзинки должно быть тоже круглое, поэтому сейчас мы сделаем скользящую петлю и начнем вязать круг. Для того, чтобы сделать скользящую петлю, нам необходимо будет оставить довольно длинный хвост. Этим хвостиком мы впоследствии будем соединять ряды. Хвост должен быть прямо сантиметров 50-70. Смело его вытягиваю. Затем мы берем рабочую нитку. Это ниточка, которая тянется от мотка. У меня вот моточек, я сейчас его продемонстрирую вам. И эта нитка у меня тянется от мотка. И вот эту рабочую нитку я еще раз закручиваю вокруг руки и располагаю ее слева от первой ниточки с хвостиком. Затем вкладываем крючок под правую нитку, вытягиваем левую нитку. У нас получается петля на крючке. Немножко ее освободите, уберите руку. Вот она петля. И эту петлю мы провязываем рабочей ниточкой. Затем вкладываем крючок под колечко наше, вытягиваем еще раз нитку и провязываем две петли вместе. Снова будем вкладывать в кольцо крючок, вытягивать нитку и провязывать две петельки на крючке. Повторяем это действие до тех пор, пока не насчитаем пять косичек. При вязании получается вот такая косичка. Как только вы насчитаете пять звеньев у косички, мы с вами можем считать, что связали и закончили вязание первого ряда. Элемент, который мы сейчас с вами вязали, назывался столбик без накида. Так, я насчитала у себя пять звеньев у косички. Ищу хвостик. Вот он. Тяну за этот хвостик для того, чтобы скрутить первый ряд и превратить его в колечко. Тяните прямо сильно. Вот так вот. И у нас почти превратился первый ряд в колечко. Теперь нам необходимо соединить конец и начало ряда. Это начало ряда, первая петля, которую мы начинали вязать. Это конец ряда. Способов соединения ряда существует несколько. Есть также способы соединения бесшовные. Я сейчас покажу один из таких способов, который позволяет соединить начало и конец ряда, и при этом у вас не будет шва. Соединять буду с помощью хвостика длинного, который мы оставили. Если вы когда-нибудь задумывались о профессии дизайнера интерьеров, но вам казалось, что это очень сложно, и вы откладывали эту идею, то сейчас есть отличная возможность. Бесплатный онлайн-марафон от Екатерины Дубровской. Екатерина – это успешный дизайнер интерьеров. При этом она не умеет рисовать и не имеет профильного высшего образования. На своем бесплатном марафоне Екатерина покажет, как в любом возрасте можно овладеть профессией дизайнера интерьера с полного нуля, чтобы наконец заняться делом своей мечты и при этом не пришлось жертвовать семьей ради карьеры. Екатерина и сама счастлива в браке более 10 лет и воспитывает твоих детей. Проходите по ссылке в описании к видео и записывайтесь на бесплатный марафон. Итак, для того, чтобы соединить, нам нужно немножечко распустить последний элемент. Последний столбик без накида мы распускаем наполовину до тех пор, пока у вас на крючке до этапа, когда на крючке у вас две петельки. И эти две петли мы провязываем хвостиком. Вот он у меня хвостик. Я именно хвостиком провязываю две эти петельки на крючке. Провязала и сразу же вытягиваю нитку из петелек. Вот так хвостик вытянула. Вот она у меня рабочая нитка. Я пока с ней никак не взаимодействую, работаю только с хвостиком. Затем вкладываю крючок обратным движением сзади вперед под обе стеночки петли или вот такого первого звена косички, по-другому говоря. Зацепляю наш хвостик опять и вытягиваю его на изнаночную сторону нашего колечка. Вытягиваю. Здесь можно помочь руками. Хвостик длинный. Вытянули. Теперь вот так выглядит наше колечко. Это первая петля, это последняя петля до сих пор. Теперь немножечко разверните это колечко вот так к себе. Находим вот такую вот перемычку, которая сзади последней петли находится. Вкладываем крючок под эту перемычку. Затем находим последнее звено косички и вкладываем крючок за заднюю петельку косички. Вот так это выглядит. И протягиваем снова хвостик опять на изнаночную сторону нашего колечка. Вот так. Таким образом мы сформировали с вами вот такую вот петельку, которая очень похожа на еще одно звено косички. У нас с вами нет никакого шва и колечко хорошо и красиво аккуратно закрылось. На этом моменте мы больше не пользуемся хвостиком. Можете убрать его в сторону и вернемся к этому хвостику только тогда, когда будем соединять конец и начало второго ряда. А пока будем снова вязать рабочей ниточкой, которая исходит от мотка. Итак, следующий ряд мы будем с вами вязать узором галочка. Для того, чтобы связать этим узором, необходимо вкладывать крючок в центр галочки. Галочки это вот такие вот элементы. Сейчас я продемонстрирую вам. Вот на первом ряду не очень хорошо видно, но если присмотреться, то каждый столбик без накида, который мы связали, это галочка. Вот нам нужно будет вложить крючок в центр галочки. Прям вот в самый-самый центр. Вытянуть рабочую нитку, провязать петельку вот такую вот. Теперь снова вкладываем крючок в то же самое отверстие, в ту же самую галочку. Снова вытягиваем нитку и снова провязываем две петельки вместе, чтобы сделать элемент столбик без накида. Итак, в каждом петлю второго ряда мы будем провязывать по два столбика без накида. Ищем следующую галочку. Вот так выглядит следующая галочка. В центр этой галочки вкладываем снова крючок. Вложили. Если вы не совсем понимаете, где центр галочки, то на втором ряду я смогу вам поближе показать. Просто в первом ряду эти галочки очень близко и тесно расположены друг к другу. И на видео не так хорошо видно, куда я вкладываю крючок. Перемотайте на второй ряд, чтобы лучше посмотреть, куда стоит вкалывать крючок. Так, я провязываю снова две петельки вместе. Снова вкладываю крючок в ту же самую галочку. Вытягиваю нитку и провязываю вместе две петли на крючке. И так поступаю с каждой галочкой в этом ряду. Прокалываю ее крючком. Вяжу столбик без накида 1. И столбик без накида 2 прямо в ту же самую галочку. Я провязала весь второй ряд таким образом. Провязываю по 2 столбика без накида в каждую петельку. Теперь мне снова нужно соединить конец и начало ряда. Для этого я снова буду использовать хвостик. То есть рабочую нитку я пока убираю в сторону, ей не пользуюсь. Провязываю последний столбик без накида опять с помощью хвостика. Вытягиваю его наружу. Вкладываю крючок обратным движением сзади вперед. В первую петельку второго ряда. Вытягиваю хвостик на изнаночную сторону нашего колечка. Снова ищу перемычку у последней петли второго ряда. Вкладываю крючок за перемычку и за заднюю стеночку петли или звена косички. По-другому говоря. И снова вытягиваю хвостик. Подтягиваю нашу петельку. Делаю такое натяжение, чтобы она была похожа на все остальные. Натяжение было одинаковое. Чтобы вот эта петелька была похожа на все остальные петельки косичек. Теперь хвостик можно отложить в сторону. И снова возвращаемся к вязанию рабочей ниткой. Начнем вязание третьего ряда. Для того, чтобы связать третий ряд, нам нужно будет чередовать двойные петельки и одинарные петельки. Для этого вкладываем крючок в центр галочки, который находится ближе всего к нашей рабочей нитке. Чтобы не было с обратной стороны длинных вот таких стежков, выбирайте галочку, которая находится близко к выходу рабочей нитки. Вытягиваем ниточку. Провязываем просто петельку для начала. Первый столбик, можно сказать, провязан. Провяжем сюда в это отверстие еще один столбик без накида. Таким образом мы удвоим петлю. То есть из одной петельки мы связали две петли и удвоили ее. Теперь следующая петля должна быть одинарная. Ищем следующую галочку. Вкладываем крючок, вытягиваем петельку и провязываем столбик без накида. Одинарную связали. Следующая снова должна быть удвоенная петля. Вкладываем крючок в центр галочки, следующие петли и провязываем столбик без накида. Снова в это же отверстие вкладываем крючок, провязываем снова столбик без накида. следующая как вы уже поняли должна быть одинарная петля вот так следующее удвоенная и так далее принцип вязания второго ряда таков что вы чередуете две петли одну петлю две петли из одной одну петлю сейчас обещала вам показать поближе как вкладывать крючок здесь уже лучше видно видите вот такие вот галочки вот эти вот галочки вы берете такую одну галочку вот она вкладывайте крючок в центр этой галочки не только с лицевой стороны но и с изнаночной стороны если вы посмотрите с изнаночной стороны тоже есть галочки только они перевернуты вершинкой наверх но вы тоже должны попасть в центр этой галочки иначе у вас узор будет немножко косить наклоняться все время Поэтому нужно попадать обязательно тоже в центр галочки с лицевой и с изнаночной стороны узора Так, здесь у меня должна быть удвоенная петля Следующая петля должна быть одинарная И я провязала последний столбик Если вы делаете все правильно, то у вас должен рисунок совпасть То есть если мы начали с удвоенной петельки, то последняя должна быть петля одинарная в этом ряду Теперь нам снова предстоит закрыть ряд Еще немного скажу о проверке себя Если любите проверять себя по количеству петелек, то в идеальном круге это сделать очень просто В самом первом ряду у нас было с вами 6 петелек С учетом той петли, которую мы сформировали в конце из хвостика Их было 6 В следующем ряду их получается будет 12 В следующем 18 и так далее В каждом ряду вы можете прибавлять по 6 петелек И считать, совпадает ли количество петелек с тем, что вы насчитали Итак, соединяем тем же самым способом Мне опять придется распустить немножко последний элемент И закрыть его уже с помощью хвостика Итак, ряды соединила, хвостик этот откладываю в сторону и начинаю вязание четвертого ряда Вот эта галочка находится у меня ближе всего к рабочей ниточке Провязываю снова, как будто это воздушная у меня петля И начинаю вязать четвертый ряд Сейчас я размещу на экране схему вязания идеального круга Если вы хорошо читаете схемы, то на этом, в общем-то, наверное, вы можете прекратить дальнейший просмотр этого мастер-класса Чтобы посмотреть, как вяжутся остальные ряды, вам достаточно будет нажать паузу и наблюдать по схеме, что вам делать дальше, как вязать дальше Для тех, кто не умеет читать схемы, я поясню, что в следующих рядах принцип вязания будет такой Удвоенных петелек остается в каждом ряду по 6 Между удвоенными петлями в каждом ряду добавляется по одной одинарной петле То есть в третьем ряду мы вязали с вами, чередовали удвоенную петлю и одну одинарную В четвертом ряду сейчас будем чередовать две одинарные, одну удвоенную В пятом ряду будем чередовать три одинарные и одну удвоенную и так далее Теперь небольшая хитрость Если вы будете... внешний вид круга зависит от того, как вы располагаете эти двойные петли друг под другом Если вы будете располагать их строго друг над другом, то есть удвоенные над удвоенными, над удвоенными, над удвоенными У вас будет получаться не круг, а многоугольник, будут сильно видны клинья И это будет очень сильно портить внешний вид и форму вашего круга Поэтому для того, чтобы связать идеально ровный круг, нужно распределять прибавки определенным образом Каждую прибавку следующую нужно делать в первую одинарную петлю после прибавки в предыдущем ряду Сейчас я маркером отмечу эту петельку Вот тут Можете видеть, что в третьем ряду вот здесь у нас была прибавка Две петельки выходят из одной В ближайшую одинарную петлю мы сделаем прибавку в четвертом ряду Потом снова две вот этих галочки, которые мы удвоили в предыдущем ряду, провяжем одинарными Затем первую одинарную петлю после прибавки снова провяжем удвоенную Это правило, этот принцип распространяет на каждый следующий ряд круга Сейчас продемонстрирую как С помощью маркера вам пока покажу это, чтобы было понятнее Первая петля четвертого ряда тоже у меня будет удвоенная, так как это первая одинарная петля После удвоения в предыдущем третьем ряду Я вкладываю крючок в то же самое отверстие и провязываю две петельки из одной Следующие две петли я вяжу одинарными Я связала две одинарные петли Следующая петля это первая одинарная петля после удвоения в предыдущем ряду Поэтому ее я провязываю удвоенной Еще следующую такую петельку Итак, у меня идет в предыдущем ряду удвоение и следующая одинарная петля Первая будет опять у меня отмечена маркером В нее я провяжу удвоение Я надеюсь, что я понятно объяснила вам этот принцип В принципе, не обязательно каждом ряду выискивать таким образом петельки и отмечать их маркером Достаточно найти правильно первую петлю, которую вы удвоите И после этого просто отсчитывать необходимое количество одинарных петелек между удвоенными То есть в четвертом ряду у меня две петли одинарных чередуются с одной удвоенной петлей То есть я могу просто вот сейчас свяжу удвоенную Потом я знаю, что две петли я вяжу одинарные, потом снова удвоенную Теперь по рисунку снова удвоенную Если вы делаете все правильно, внимательно считаете, то у вас, конечно же, совпадет Расположение удвоенных петелек, видите, оно как раз приходится на ближайшую одинарную петлю после удвоения в предыдущем ряду И так, по этому принципу я довязываю четвертый ряд Вязание четвертого ряда подходит к концу Проверяйте себя тем, чтобы сошелся рисунок То есть если первая петля была удвоенная, значит в четвертом ряду две последние петельки должны быть одинарны Соединила конец и начало ряда, начинаю вязать пятый ряд Озвучу еще раз принцип В пятом ряду будет чередоваться одна удвоенная петля и три одинарных петли Самая ближайшая галочка к рабочей ниточке вот эта Провязываю петлю Дальше определяю ближайшее удвоение, ближайшее удвоение будет вот в этом месте Вот оно, удвоение в предыдущем ряду Первая одинарная петля после удвоения вот эта Значит мы сейчас сделаем раз, два, три одинарных и одну удвоенную Это означает, что закончим мы удвоенной петлей, чтобы получился правильный рисунок Если вы будете вязать по этому принципу, то у вас получится ровный круг без клиньев и без углов Покажу еще особенность, которой я придерживаюсь пока вяжу, особенно узургалочки Я всегда стараюсь, чтобы нитка на пальце была повернута вот этой линией разреза наверх В этом случае, когда вы вытягиваете нитку, у вас галочка будет повернута лицевой стороной к вам Если стараться и делать так каждый раз, то у вас все абсолютно галочки будут повернуты лицевой стороной И разрезов почти не будет видно Это делает узор более аккуратным и внешний вид изделия тоже аккуратным и близким к идеалу Расскажу еще немного о вязании больших кругов В моем круге будет шесть рядов Я посчитала, что шесть рядов будет достаточно по размеру для того, чтобы связать корзинку нужного мне размера Если вы вяжете очень большие круги, больше десяти рядов, то тогда советую вам в десятом или в одиннадцатом круге провязать один ряд полностью без удвоенных петелек Как понять, в каком ряду провязывать такой ряд? Когда вы провяжете 9-10 рядов, вы увидите, что ваш круг начнет волниться То есть вот такие вот волны будут создаваться по краю круга Это означает, что ваш круг начинает слишком расклешаться То есть он перестает быть плоским Вы делаете слишком много прибавок В этом месте, как только вы это заметите, следующий ряд провяжите полностью без прибавок Затем следующий ряд начинайте вязать так, как будто бы ряда без прибавок не было По такому же принципу, стандартному правилу идеального круга То есть добавьте одну одинарную петельку между удвоенными петлями, которые были в последнем ряду с прибавками Если вы не увидите, что ваш круг волнится И вы заметите, что он плоский и хорошо выглядит То такого рядочка делать не нужно Делайте его только тогда, когда вы понимаете, что круг начинает слишком расклешаться Это все правила идеального круга После того, как круг связан, вам необходимо будет его прогладить и отпарить Проглаженные отпаренные изделия выглядят намного аккуратнее, чем ничем не обработанные Вот таким образом выглядит 6 рядов круга Без шовного с обратной стороны круг выглядит вот так Есть небольшие стежки С лицевой стороны шва не видно После того, как мы закончили вязание донышка, нам необходимо приступить к вязанию стены Для этого нужно перевернуть донышко ребром к себе И посмотрите, как мы будем вкладывать крючок в первый ряд стеночек Крючок мы будем вкладывать под заднюю стеночку петли косички И под перемычку, которая следует после этой задней стеночки Затем вытягиваем пряжу, провязываем первую петлю Далее снова вкладываем крючок под заднюю стеночку петли перемычку Вытягиваем ленту, провязываем вместе 2 петельки на крючке В первом ряду и в последующих рядах стеночек мы не будем делать никаких прибавок И будем вязать в каждую петлю по одному столбику без накида Таким образом мы сформируем просто цилиндр обычный Наши стеночки, наши корзинки не будут расклешаться или сужаться, расширяться Они будут перпендикулярны донышку А благодаря тому, что мы определенным и хитрым образом вкладываем крючок в стеночки В петельки Стеночки будут сами разворачиваться и держать форму перпендикулярно донышку Вот так получается Весь первый ряд вяжем просто столбиками без накида Я закрыла ряд, соединила конец начала ряда таким же способом с помощью хвостика И начинаю вязание второго ряда Со второго ряда уже начнется вязание основного узора Сейчас покажу, как этот узор вязать Основной элемент этого узора также элемент галочка Для начала вытянем просто петлю, провяжем ее воздушной И в этом узоре будем чередовать галочку, связанную в предыдущий ряд И галочку, связанную на ряд ниже Но в данном случае у нас нет ряда ниже Мы вкладываем крючок в то место, где соединяется стеночка и дно Вытягиваем ленту Здесь нужно будет хорошо вытянуть Обратите внимание, сделать такую протяжку на высоту петельки, которая справа у нас находится на крючке Иначе узор будет затянутый и некрасивый, если вы не будете ее должным образом вытягивать После того, как вытянули, провязали снова две петли на крючке вместе Вот так Затем снова вкладываем крючок в предыдущий ряд в галочку Провязываем две петли вместе Затем делаем длинную протяжку Вкладываем крючок через один ряд ниже В данном случае вместо соединения ряда стеночек и донышко Вытягиваем длинную протяжку и провязываем две петли вместе И чередуем Первый ряд нашего узора будет выглядеть вот так Вяжем так до конца Последняя петля у меня получается с длинной протяжкой Конец и начало рисунка совпали таким образом Соединяю конец и начало ряда И приступаю к вязанию третьего ряда Третий ряд будет вязаться точно так же, как и второй ряд Единственная его особенность в том, что теперь вы должны расположить длинные и короткие галочки в шахматном порядке То есть если я вкладываю крючок в галочку с длинной протяжкой То следующий столбик стандартный будет провязан с длинной протяжкой То есть я спускаюсь через один ряд ниже Вытягиваю длинную протяжку, провязываю вместе две петли Следующая петля с длинной протяжкой, ее провязываю стандартно Вкладываю крючок в предыдущий ряд Затем на ряд ниже Вот так Таким образом я вяжу все последующие ряды стеночек в корзинке Подписывайтесь на мой канал, чтобы всегда быть в курсе моих новых полезных видео О вязании с трикотажной пряжей и шнура А все необходимые материалы, фурнитуры и разные инструменты вы можете купить на сайте лентомания.ру Ссылку на магазин оставлю вот здесь в уголочке экрана для быстрого доступа Для того, чтобы сделать заказ, вам достаточно набрать необходимые товары в корзину И выбрать подходящий способ доставки Я желаю всем отличного настроения и побольше трикотажной пряжи Пока!